Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами посмотрим на Asus TUF Gaming FX505DI Ноутбук Asus FX505 на платформе от AMD, что интересно Тонкие рамки вокруг дисплея, снизу толстая рамочка Дисплей у нас IPS, 15,6 дюймов у нас ноутбук Одной рукой крышка легко открывается Максимальный угол раскрытия вот такой, не очень большой, нормальный Петли, петли в пластиковом корпусе, они естественно металлические Ну, средние я бы сказал, я не могу сказать, что они супер надежные Но каких-то опасений больших они у меня не вызывают То есть так вот гнуть туда-сюда, в принципе, вполне нормально Они не поскрипывают, я за них не боюсь Плюс механизм не очень тугой Крышка из пластика с ребровыми жесткости, со шлифовкой Отпечатки пальцев почти не остаются Немножко прогибается в центре Но мук не очень тяжелый, вот здесь есть такая выемка специально Ну, говорят, она для системы охлаждения Я в это не очень верю, но выглядит прикольно Весь корпус у нас из пластика То есть это полностью пластиковый ноутбук Но зато он недорогой и на очень интересной начинке Но о ней чуть позже, а сначала, как всегда, посмотрим на порты и коммуникации Все они находятся с левой стороны ноутбука Для левшей может быть небольшая проблема Набор портов, в принципе, достаточно обычный для пятнашки Толщина 2,7 см, вес 2,2 кг Ну и теперь самая интересная начинка У нас четырехъядерный процессор AMD Ryzen 5 3550H Базовая частота 2.1 на все 4 ядра И максимальная частота составляет 3,7 ГГц А видеокарточка у нас дискретная тоже от AMD Это Radeon RX 560X На 4 гигабайта видеопамяти Стоит ноутбук на данный момент примерно 55 тысяч рублей Плюс-минус И сейчас мы с вами будем смотреть, стоит ли он этих денег Итак, поехали Для начала посмотрим на управляющую утильту Здесь можно переключать режим производительности И, соответственно, скорость вращения вентилятора Все будет в режиме турбо делаться Кстати, кто боится драйверов от AMD Они там все допилили И теперь все работает действительно нормально У меня сами обновились драйверы И все хорошо с ними работает Итак, начнем с Far Cry New Dawn Низкие, средние и высокие настройки, соответственно Можно смотреть на температуры по ядрам процессора Можно смотреть на частоты и на FPS Игра нормально идет Единственное, вон слева, видите, там минимально это 2 FPS Это там сцена с вертолетом какая-то странная Она на половине машин почему-то подвисает на миллисекунду Из-за этого нижний FPS как-то ломается Это прямо в самом бенчмарке Теперь Tomb Raider новый Ну как новый, относительно новый Тоже низкие, средние и высокие настройки графики Тоже, в принципе, нормально можно играть в ларку Я бы сказал, даже на высоких настройках можно поиграть Но на средних, скорее, чтобы FPS был постабильнее Теперь батла пятая У меня нет мультиплеера по некоторым понятным причинам Но в сингл поиграем на средних настройках Посмотрим, как работает Чуть-чуть ускорена запись, чтобы больше футажа влезла Работает вполне нормально, хорошее число FPS Ну, кто хочет играть в батлу в мультиплеере Естественно, нужно понимать, что в мультиплеере нужно FPS побольше Поэтому настройки, может быть, кто-то будет делать пониже Но на средних, мне кажется, будет все нормально Но тут уж кому как, я не киберспортсмен Переключим настройки на высокие Посмотрим, что изменится, как все это дело будет работать В принципе, на высоких тоже все будет работать Достаточно нормально, кампанию можно будет пройти Я понимаю, что батлу ради кампании никто не покупает Там сейчас Firestorm новый вышел, ради всего вот этого Мне кажется, на средних в батлу играть можно будет вполне нормально в мультиплеере Ну, тут подкрутить, там подкрутить, в общем, нормально Не надо сразу говорить, что типа Ой, 35 кадров, это типа неиграбельно для батлы Я все понимаю, я вот показываю, как есть Ну, мне играбельно, я так играю Resident Evil 2, ремейк Личнейшая игра Вот такие настройки, на которых играл я Я сейвы не стал погружать, там вначале на бензоколонке Все и так понятно с графикой Вот на таких настройках игра отлично выглядит И отлично себя чувствует То есть там 40-50 кадров, как правило 50 кадров Ну, проседает до 40 Но игра абсолютно проходима, прекрасный FPS На мой взгляд, повторюсь Здесь есть пресеты Можно делать пресеты Вот, например, можно поставить максимальные Но пресеты не очень удачные, на мой взгляд Лучше игру настраивать руками Например, так, как вот показал я На этой машине она будет себя чувствовать хорошо На максимальном пресете графики игра будет тормозить У вас будут просадки В Resident Evil 2, это, конечно, не столь критично Это не такая уж прям динамичная игра Но у вас будут проблемы на боссах Еще где-то, поэтому лучше играть на тех настройках Которые, повторюсь, я показал На просто высоком пресете Ну, будет 30, чуть больше 30 кадров Тоже, в общем-то, играбельно Смотрите сами Я, кстати, прошел, наконец, Resident Evil 2 Заклэр Сценарий А Отличная игра Немножко расстроился Я думал, там 4 сценария А их, на самом деле, полтора То есть полноценный А И Б Это как такая половинка По второй раз то же самое Метро Эксодов Теперь посмотрим на средних настройках В целом, опять-таки, тоже вполне себя неплохо Игра чувствует Сейвы я, снова повторюсь, подгружать не стал Метро меня бесит тем Что там каждую главу Когда начинаешь Там по полчаса Какой-то говорильней Играть тебе не дают Вначале там хотя бы быстрее Можно добраться Автомат дадут Ну вот, вполне нормально Себя все это дело чувствует И обратите внимание Во всех играх У нас достаточно низкие температуры То есть максимум Мы видим 80 градусов Но при этом Частота немножко прыгает туда-сюда То есть ноутбук не горячий И, соответственно, не шумный Но при этом Он такой Производительность максимальную свою Скажем так Не выдает Частотки подпрыгивают Экраны углы обзора 15,6 дюйма 1920 на 1080 Матовый IPS дисплей 60 Гц Для такой ценовой категории Я могу сказать, что дисплей отличный То есть углы обзора Ну вот по горизонтали Чуть-чуть похуже Но по вертикали Зато хорошая IPS матрица Все с ней нормально Акустическая система Очень средненькая Здесь же можно наблюдать По цвету клавиатуры Она только красного цвета Менять цвет, к сожалению, нельзя В общем, за 55 тысячи Грех жаловаться Экран лучше, чем даже ожидать Можно за такие деньги Ну, звук вот примерно такой Какой за эти деньги ожидать-то и можно Вот еще бы яркости экрану добавить Была бы вообще конфетка Рабочая область у нас Как все остальное Из пластика Отпечатки пальцев почти не остаются Сверху у нас такая решеточка Для системы охлаждения Дополнительная Кнопка включения отдельно Есть цифровой блок Красная подсветка Пробел увеличенный Для того, чтобы по ВСД играть ВСД тоже прокрашен дополнительно Чуть-чуть прогибается В центре клавиатура Но ход у нее глубокий Клавиши такие Пружинистые Играть было мне удобно Я во многие игры играл Все с ней замечательно Клавиатура хорошая Единственное, только красная подсветка Может кого-то раздражать Ну, просто имейте в виду Донышко Тоже из пластика Тоже рифленая Вот здесь прорези для динамиков Они как бы вниз и в бока направлены Вот здесь вот Это не решетки Решетки только вот здесь И вот здесь Остальное все это декоративная Такая ребристая поверхность Сейчас покажу Вот видите Решетки находятся только тут Именно поэтому Этому ноутбуку Скорее всего не помогут Охлаждающие подставки Потому что дно-то В общем-то закрыто И он забирает воздух Не из этих мест Ну, дальше у нас батарейка 48 ватт часа Или 4140 мАч Около 6 часов Даже чуть больше Full HD кино Он у меня крутил 75% яркости Я считаю, что это довольно круто Ну, вот сами можете рассчитать Час фильма Это 16% Для условно-геймерского ноутбука Это результат, я даю, очень хороший Динамики 2 по 2 ватта динамика Ничего особенного Звук у меня Ну, как-то не разочаровал Но он просто обычный Лучше в наушниках играть 2 слота под оперативную память DDR4 8 гигабайт одной планкой В нашем случае установлено Есть двухканальный режим Используют машинку Быть еще пошустрее Отсек для жесткого диска В нашем случае он пустой Но можете свой жесткий диск Или SSD-шку сюда установить Коннектор имеется И вот здесь PCI-Express Твердотельный накопитель На 512 гигабайт И это очень круто И это, кстати, играет на стоимость И на конкурентоспособность Этой машинки Но об этом позже Процессоры видеокарты Распаяны на материнской плате Два вентилятора Два радиатора Одна общая теплотрубка Идиот к обоим радиаторам И у видеокарточек Есть дополнительная Теплотрубочка Вот она Ну, могли бы больше сделать Но с другой стороны Мы видели Температуру в играх-то Очень невысокие Поэтому система охлаждения В играх справляется Чего не скажешь О стресс-тестах В стресс-тестах Температура уже к 90 Подходит Частоты прыгают Еще больше В играх, как мы видели Они прыгают Но на производительность Не сильно это сказывается Я не очень знаком С архитектурой AMD Может так и должно быть Но, в общем-то Показываю, как получилось У меня стресс-тест жесткий У меня и Heaven И Valley На заднем плане На высоких настройках И AIDA64 Тест с стабильностью Это очень жесткая нагрузка Вот при ней Ноутбук становится шумный Теперь послушаем Систему охлаждения Вот это в простое Когда ноутбук выключен А этот ноутбук включен Но ничего не делает Ну, браузером, допустим Вы пользуетесь Как можно видеть Он достаточно тихий Ну, очень тихий А вот примерно вот так Он будет себя вести В играх А вот так Он будет себя вести Вот в тех самых Жестких стресс-тестах То есть вообще Он не громкий Но может быть громким Итак, Asus TVF Gaming FX505DI Ну, что я могу сказать в итоге Очень крепко сбитая машинка Стоит примерно 55 тысяч рублей На данный момент IPS-дисплей Клавиатурка с подсветкой Удобная клавиатурка Тонкорамочный дизайн Ну, пластиковый корпус, конечно Но за 55 тысяч Чего вы хотели Весьма хорошая Производительность Вот этого всего дела То есть современные игры Даже в Metro Exodus Можно играть Можно играть в батлу Ну, в общем-то Во все За 55 тысяч грех жаловаться Система охлаждения Справляется Своей задачей Ну, 70-80 градусов Это нормально Я не очень силен В реалиях AMD Но вот мне кажется Это нормально Система охлаждения Справляется Долго работает От батарейки Ну и главное Конкурентное преимущество Здесь SSD-шка На 512 габайт Причем PCI-Express Если смотреть За те же деньги Intel NVIDIA То там будут Только с хардом Варианты А здесь сразу SSD Что очень круто Причем Большой SSD Причем PCI-Express Что же касается Самой производительности Ну, паритет С Intel NVIDIA Плюс-минус Туда-сюда По большому счету В этой ценовой категории Не столь существенно А вот SSD Это довольно существенно Потому что Она одна На 512 габайт Будет стоить Ну, тысяч 8-10 рублей Кстати, еще процессор Он 35-ваттный А у Intel-то 45-ваттный Что тоже здесь плюс Адаптер питания Вот такой На 120 ватт Ну, такой обычный Классический В общем, ноутбук Вполне нормальный Покупать его смело можно Я вроде бы Все, что нужно Вам показал Ну, а дальше Смотрите сами Спасибо за внимание До новых встреч И всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok